красота среди бегущих первых нет и отстающих просто прелесть алё ребята привет сегодня будем жарить в казане свинины и ребра с картошкой и так далее сейчас я вам покажу что я для этого приготовил смотрите ребята значит сегодня у нас ребра вот так выглядит рой ребра у нас есть три килограмма два килограмма картошки я взял лук один килограмм баклажаны ну два средних я тоже взял так теперь у нас болгарский перец тоже возьмите как вам по желанию можете полтора взять я здесь полтора взял морковка у меня здесь полкило потом меня здесь петрушка кинза немножко вот так что у нас ира черный перец теперь паприка сладкая ну и соль теперь у нас чеснок одну головку я взял пепперони у меня два стручка так лавровый лиц я беру вот два листочка взял ну и будем с подсолнечным маслом все поджаривать окей все начинаем поехали так ребят а вот смотрите баклажаны как я делаю с баклажанами значит я беру соль примерно такую щепотку соль у меня крупная соль видите да о многовато окей чуть-чуть сыпем вот так вот засыпаю солью вот так вот солью и хочу размешать солью и до тех пор пока я все жарю когда придет очередь до наших баклажанов они дадут сок и прежде чем я баклажаны положу я весь сок сливаю и баклажанчики горечь отдают так сказать вот так вот я делаю и так растапливаем казан вот у меня на газу вся система и для этого я беру обычно я беру около одного стакана подсолнечного масла и так масло раскалилась все сейчас наши свинины ребрышки мы закладываем партий Так, ребят, видите, да? Вот так обжарил, вполне хватает. Итак, первую партию вытаскиваем. Итак, заправляем еще раз. В следующей партии, я думаю, я, наверное, все высыплю. Все положим сюда. Вот, будет уже сразу с мясом закончен. Так, ребят, вот смотрите, хорошая картинка у нас. Так, это вторая порция. А теперь первую порцию докладываем. Потому что места не было у меня сразу. Все обжарить. И теперь выкладываем 1 килограмм лука. И теперь будем еще раз обжаривать с лучком. А потом добавляем будем картошечку. О, вкусненько пахнет. Да, сразу запах такой пошел. Вообще, лук, это просто прелесть. Какой запах дает лук при жарке с мясом. Так, ну что ж, а теперь я хочу посолить мясо. Именно в этом промежутке, когда я жарю лучок с мясом. Ну, возьмем 1 столовую ложку соли. Все размешаем. Конечно, будем пробовать, соли хватает или нет. Соль нужно хорошо размешать. Так, ребята, сейчас я хочу взять зиру. Вот, буквально, вот такую щепотку. Ну, конечно, немножко, может, побольше я взял. И на 3 килограмма мяса хочу зиру сейчас засыпать. А вы делайте уже на свой вкус. Как вам понравится. Ну, сразу запах покажет. Зира есть зира. Там ничего не сделано. Все, картошечку добавлять будут. Да, все, паем картошечку. Сейчас размешаем. И картошечку, ребята, будем добавлять. Вот именно с мясом, с лучком. Пускай наша картошечка жарится, парится. Вот так у нас. 2 килограмма. Ну, вот хочу сейчас все это жарить вместе. Мясо, лук, вот там зира. И потом еще специи я буду добавлять. Вот такая картинка сейчас. Ну, ребята, какая картинка. Вот. Картошечка уже тоже хороший свет принимает. Так, теперь добавляем морковки. Так. И я хотел бы теперь тоже самое. Вот так немножко потерчим. Потерчим. Все по вкусу. Так, теперь сладкую паприку возьмем. Сладкую паприку возьмем. Все. Это пока все перемешаем. Хорошо, пусть. Сладкую паприку возьмем. Так, так, так. Ну, что ж. Так и просится на стол, но и все рановато. Рановато, потому что сейчас я хочу болгарский перец. Добавить совсем немножко. И вот сейчас, ребята, одну головку чеснока я буду делить. Сначала я буду добавлять половину головки. А вторую часть, как будет готово наше блюдо, я буду дополнять последнее. Последнее, что у нас осталось, чесночок, я буду дополнять. Все. Ну, чесночок просто прелесть. Нет, сразу запах пошел. Прелесть. Смотри, как красиво все смотрится. Так, ребята, полтора литра водички сейчас мы заливаем в казан. Полтора литра пока. Вот, смотрим. Но этого маловато. Этого маловато. Сейчас залью еще литр. Так, ребята, еще один литр добавляем. Итак, два с половиной литра. У меня 12-ти литровый казанчик. И вот, какая картинка сейчас у нас. Вы все видите, да? Красота. Красота среди бегущих. Первых нет и отстающих. Просто прелесть. Аппетит нагоняет. Ох, у нас тут гонщики. Гонщики гоняют по дорогам. Отлично. Все. Так. И теперь мы добавляем. Так, ребята, теперь вы видите, да? Два перчика, два стручка. Вот так вот размещаем. И я взял все-таки три лавровых листика. И вот теперь самое интересное, самое интересное. Вы видели в самом начале, когда я наши баклажаны засыпал солью. Вот они простояли у меня, ну, буквально, не знаю, полчаса, может быть. Я не засекал точное время. И теперь, посмотрите, соль. Соль я засыпал, и вот так вот горечь сливаю. И вот теперь все добавляем в казан. Два средних баклажанчика. Я нарезал вот такими большими кубиками, так сказать. И все, закрываем сейчас крышкой. И на какой огонь? Ну, на полчаса, я думаю, вполне полчаса. Потом попробуем. А на каком огне? Да, этот огонь у нас полный у меня стоит. У меня полный. Ну, сейчас ты, наверное, уберешь, да? Пока полный, потом я уберу. Ну, а там огонь. Потому что уже лук кипеть начинает. Да, немножко кипит, конечно. Здесь сейчас два с половиной литра воды. Итак, ребят, только что попробовал наш бульон соль и перец. Конечно, после двух с половиной литров воды здесь ничего не чувствуется. И сейчас я хочу добавить еще соль, перец и зиру. Вот так вот. Кто-то говорит, маловато, многовато. Поэтому пока перчим. Так, соль опять же возьму еще одну ложку, потому что вообще соли маловато. Ну и зиру. Также одну маленькую ложечку. Сейчас я хочу в руке вот так вот размолоть. Так сказать. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Завар вкусняцкий. Немножко. Немножко мы сейчас размешиваем все. Вот так вот. Наши перчики. Хочу наверх их оставить. Вот. Сюда. Итак, ребят, меня сейчас все устраивает. Я еще раз попробовал. Соль, перец, зира. Просто классно. Теперь оставляем на малом огне. Закрываем. И будем полчаса томить наше блюдо. Так, друзья, посмотрите, какая шикарная ежевика цветет у нас. Июнь месяц у нас. И вот как раз это время. О, смотрите, смотрите. Прекрасно. Ну что ж. А теперь пришло время посмотреть наше блюдо. Уже больше полчаса прошло. И я думаю, сейчас будем пробовать. Так. Вот. Вроде бы выставил на малый огонь. И все равно вот смотрится вроде бы как большая часть. Пахнет очень вкусно. Так, окей. Какая картинка. Смотрите, мясо от костей отходит. Все равно надо попробовать. Сейчас попробуем, конечно. Баклажанчики целенькие. Картошка. Ничего не распарилось. Все аккуратненько. Все в своем цвете. О, смотри. Смотри, какая картинка у нас. Ну что ж. Давай пробовать? Давай. Давай пробовать. Так, ну что. Итак, попробуем. Ва. Красота. Ну, попробуй. Ну-ка, пробуй. Так, я, наверное, без вилочки вот так за кость. У, горячая. О-о-о. Горячая. Так. Косточка отходит. Прям смотрите, как кость от мяса отошла. Так, попробуем мясо. М-м-м. Да? М-м-м. М-м-м. Вполне, вполне готово. Картошечка. М-м-м. Итак, ребята, в конце добавляем зеленку, кинза и петрушечка. И потом я еще также хочу добавить чеснок, который остался у меня. Я же все не кинул сразу. Поэтому сейчас я вместе с зеленкой добавлю еще чесночок. Вот так вот. Красивенько. Хоп. И чеснок сверху. Вот так вот. Вот так вот. Закрываем еще на пару минут. И все, выключаем нашу форсунку и будем обедать. Итак, ребята, все. Наше блюдо готово. И теперь набираем, чтобы пробовать именно все, что мы с вами сегодня сделали. Просто прекрасно все смотрится. Ах, еще немножечко добавлю. Какая картинка. Просто красота. Все, вперед за стол. Ну что ж, друзья. Итак, пришло время попробовать наше блюдо. То, что у нас получилось. Смотрите. Прекрасные ребрышки с картошкой. Овощи. Все в своем цвете. Ну что ж, итак. Смотрите, мясо просто отстает от костей на прелесть. Ммм. Пух. Ммм. Картошка. Ммм. Ммм. Очень вкусно. Что еще? Так. Баклажанчики. Перец. Ммм. О, болгарский перец. Смотри. Прекрасный запах остался. Ага. Да. И вот мясо. Просто. Угу. Дошло отлично. Ммм. Итак, подведем итоги. Ха-ха-ха. Немножко больше, чем полчаса, томилось мясо. Вот все это блюдо. И дошло, ребята. Поэтому очень просто можно это приготовить. Поэтому, если вам понравилось все, что я вам сейчас показал, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Я вам желаю хорошего дня, приятного аппетита, удачи, ребята, за вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 0,икомами и субтитры Алексею Дубровскому!